Добрый вечер, уважаемые сограждане! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о мотокультуре и культуре на дорогах в целом. А гостем нашей сегодняшней программы является участник казанского отделения мотоклуба «Ночные волки» Алексей по прозвищу «Сапер». Добрый вечер! У людей, далеких от мототехники, возникает куча вопросов к мотоциклистам. Надеюсь, что сегодня мы ответим на некоторые из этих вопросов. А прежде чем начать наш разговор, хотелось бы все-таки выяснить, чем же отличаются мотоциклисты от простых байкеров. Физически, на самом деле, ничем. Но вот идеологически так сложилось, что под словом «байкер» подразумевают именно человека, который состоит в каком-то или ином мотосообществе, клубе, организации. А мотоциклист — это просто человек, ездящий на мотоцикле, получающийся от удовольствия, а, возможно, использующий его в хозяйстве. Примерно такая разница. — Мотокультура зародилась, как известно, в Америке. Каким образом она пришла на нашу землю, в России, в частности, в Татарстан? — Ну, скажем так, вот она как... Именно в таком виде зародилась она в Америке. Но на самом деле мотоциклисты, как тогда их называли рокеры, они на самом деле в России всегда были. Тогда были мотоциклы, естественно, попроще здесь, в России. Тогда, наверное, не было такого масштаба, как в Америке. Ведь основные выходцы, вступившие как раз в ряды байкеров, это были обставные летчики, которые уволились после Второй мировой войны. Которых, точнее, уволили даже, скажем так, после Второй мировой войны. Они, собственно, и пополнили ряды мотоциклистов, байкеров американских. Потому что передвижение на мотоцикле, оно очень похоже на управление открытым самолетом. Открытым, старинным, скажем так, скорость, ветер. — Ну, смотрите, вот вы говорите, мотокультура у нас в Советском Союзе была и раньше, да? Все-таки эта мотокультура, наверное, отличается от того, что сейчас мы поднимаем под байкерами. Все-таки байкеры сейчас — это такая неформальная организация. А в Советском Союзе это, наверное, были определенные клубы, которые были под патронажем государства. — Да, наверное, нет. Были клубы, но это были спортсмены. Это был мотокросс, в основном спидвей, были мотоклубы мотоциклетные. Но вот то, что касается зарождавшейся тогда как раз нынешней культуры, это были просто дворовые, ну, назовем их банды, но это скорее были такие группы людей, ну, может быть, слегка хулиганы, но не такие криминальные, как в Америке, конечно. — Вы сказали «банды», а вы что подразумевали под этим? — Ну, у нас в советское время были уличные банды разного толка. Были просто уличные, были мотоциклисты, были рокеры. — Вы хотите сказать, что они мотоциклы использовали для совершения преступлений? — Нет, конечно, нет. Ну, дворовые такие объединения, они же всегда у нас были. Да и вообще мужчины склонны объединяться в разные сообщества во все времена. — То есть вы имеете в виду банда, это такая просто компания молодых людей, которая просто наводила ужас на местное население? — Ну да, наверное, имела какую-то силу. — А вы сейчас наводите ужас? — Да, конечно, нет. О каком ужасе идет? Мы сейчас занимаемся более серьезными, более глобальными делами, нам уже не до этого. — А вот татарстанские байкеры, в частности, казанские, кто они? — Да, они такие же, как и по всей России в целом. В принципе, люди разные, нас практически нет похожих, мы не одинаковые абсолютно. Разные увлечения, разные образования, разные роды деятельности. Ну, нас вот объединяет такая вот любовь к мотоциклу. — А вот какой-то такой усредненный портрет современного байкера вы можете нарисовать? — Ну, настолько все разные, что даже сложно сказать, какой нет усредненного типа. Ну, в принципе, наверное, люди открытые, смелые, как правило, разносторонне развитые, с какой-то, наверное, такой определенным отношением к обществу, таким вот занимающий статус неформала, что ли, как-то, я не знаю, как это сказать тривиальным языком. — То есть добрые люди? — Ну, как сказать добрые? Ну, к добрым людям, конечно, добрые, но к злым людям, наверное, не очень добрые. — А существуют какие-то стереотипы относительно байкеров, с которыми вам приходилось сталкиваться? — Да. Стереотип, естественно, хватает, так как вот правильно подметил, что культура пошла из Америки. И насмотревшись американских кинофильмов про злых байкеров, бандитов, наши все сразу граждане начинают думать, что мы все абсолютно такие же. Но если даже где-то мы с кем-то повздорили на дороге или еще что-то такое подобное, но это совершенно не означает, что мы криминальная структура. — А, кстати, американские байкеры, они соответствуют тому, что о них... как бы... тот с тому образу, да, который показывают в художественных фильмах? — Ну, до недавнего времени, я думаю, да, соответствовали. Очень много в них там печальных историй, уголовных дел, массовых, скажем так, и прочее. Даже лучше в этом не копаться, настроение себе можно испортить. А вообще сейчас, наверное, уже много как бы утряслось, устаканилось. Сейчас, наверное, они все-таки отошли уже от этого. — Ну, насколько я понимаю, наши байкеры, вот, как правило, это все-таки состоявшиеся люди, в отличие, наверное, от американских бездельников. — Ну, американцы-то не знаю. Я тебе скажу, что они бездельники, у них там, наверное, у многих есть бизнес. Возможно, кстати, и такой полукриминальный или околокриминальный, думаю, не без этого. У нас разный совершенно контингент. Есть те, кто постарше, есть совершенно молодые, есть и с двумя высшими образованиями, есть и совсем без образования. Люди разные. — А вот в Казани есть какое-то место, где можно увидеть байкеров? Где вы встречаетесь? — Ну, места менялись, на самом деле. Вот ты спросил про то, как было, зарождалось в Татарстане, да, как появлялся. Места менялись. Сначала была торговая площадка автомобильная около магазина «Океан» нынешнего автомагазина. Потом было на сковородке, потом перенеслось все к НКЦ. Теперь с НКЦ нас прогнали несколько лет назад. В общем, сейчас такой установленной традиционной площадки нет. Ну, наверное, у ипподрома собираются люди, наверное, где-то возле Баумна собираются. Но раньше она была. Вот НКЦ была самой долгой, самой большой, многочисленной площадкой для сбора. — А кроме Казани, в Татарстане где эта культура еще? И пустила корни? — Да на самом деле везде. Ну, если более-менее крупный город, можно смело говорить, что там есть какие-то формации, либо это какие-то официальные мото-клубы, либо это просто какие-то коллективы людей. Моциклисты есть везде. Абсолютно. — Ну, вы общаетесь с Мерсуловым? — Да, конечно. — А расскажите про вашу организацию «Ночные волки», вообще о филиалах ее, о том, как она работает в России. — Ну, это самый первый, самый старый мото-клуб в России. 25 лет назад он сформировался. Тогда немножечко под влиянием одних стереотипов. Потом время прошло, что-то поменялось. Можно сказать, что если это раньше можно было смело называть бандой, то теперь это уже, наверное, все-таки мото-клуб. Это уже сообщество, организация, некоммерческая, общественная. Ну, то есть есть даже юридические названия, скажем так. В целом людей много. То есть если учитывать Россию и зарубежье, потому что филиалы в нашем мото-клубе есть и за рубежом в том числе, где-то около шести с половиной тысяч человек. А в городах отделение насчитывают где-то порядка двадцати-тридцати человек в среднем. — А в Казани сколько? — Около двадцати. — Прямо учет ведется? — Ну, учет ведется, потому что есть определенная иерархия в клубе, и люди как бы растут по этим ступенечкам, поэтому не вести учет нельзя. — То есть у вас какая-то такая секта, да, с иерархией? — Ну, ближе к армии, скажем так. — А зачем такая военизированность нужна? — Ну, вообще сам мото-клуб в том понимании, как его обычно представляли под словом «байкер», применительно к слову «байкер», скажем так, английскому, это как раз-таки такая формация, которая держится на дисциплине, в общем-то, прежде всего. Есть дисциплина, есть организация, есть старшие члены клуба, скажем так, есть лидеры региональные общие, есть молодые совершенно люди, есть вообще начинающие, которые только-только еще знакомятся с клубом. У них у всех определенный разный статус, разная степень участия в делах клуба, особенно в принятии важных решений. — А вот у нас «Ночные волки», большая организация, за рубежом очень много организаций байкерских. Есть ли принципиальные отличия у этих организаций по целям, задачам, вообще установкам? — Масса, масса мотоклубов, и не только за рубежом, масса мотоклубов в России, у них разный немножечко масштаб, есть городские мотоклубы, областные мотоклубы, есть вот большие мотоклубы, как, например, нашли. — Цели у них у всех разные. — Цели разные. Есть просто мотоклубы объединения людей по интересам. Например, клуб владельцев мотоциклов «Хонда», например, скажем так, или клуб владельцев мотоциклов «Харли Дэвидсон», скажем так. Вот они объединились и вместе катаются, наверное, кушают шашлыки, пьют пиво. — А у вас? — У нас работа, конечно же, помасштабнее. И раньше, если мы как-то в далеком прошлом больше принимали участие в различных проведениях рок-концертов, наверное, каких-то, в спортивных соревнованиях участвовали, привлекали молодежь к техническому творчеству, то теперь вот уже выходим на уровень такого, скажем, некого патриотического, что ли, воспитания. Ну, свет последних событий, страну, как говорится, колбасит, подрастающие поколения на все это смотрят. — И кто же спасет, как не байкеры, да? — Не знают, за что зацепиться. Ну, скажем, вы же сами знаете, телевидение университетское, и в педагогике известен тот факт, да, что есть как бы неформальные авторитеты, которые вот обучающиеся индивиды, он больше им доверяет, на самом деле, чем папе и маме. Если я подростку скажу, как правильно жить, возможно, он меня послушает, а вот папу с мамой, возможно, и не послушают. — Хорошо, а вот, допустим, я купил крутой мотоцикл, такое, ну, кожаное такое снаряжение, крутое-крутое купил. Я байкер? — Ну, со стороны, да, точно, байкер. Но, по сути, наверное, все-таки пока нет. Ну, сначала люди становятся мотоциклистами, наверное, просто людьми, которые ездят на двухколесной технике с мотором. А уже, чтобы попасть вот как раз-таки под это определение байкер, наверное, надо стать участником вот этой вот неформальной среды, скажем так, вот этой общности людей уже поучаствовать в определенных там каких-то мероприятиях, в какой-то, скажем так, на сленге движухи, завести друзей, наверное, вот какие-то, ну, или, по крайней мере, знакомства, дружественные связи, понять, что вообще близко это, не близко. Потому что можно всю жизнь ездить на мотоцикле, но не быть, в принципе, байкером. Ну, вот, если честно, да, возникает такое мнение, что байкер — это человек, который одел крутой прикид, купил или собрал там крутой мотоцикл и просто ездит, выпендривается. А вот сейчас какую-то идеологическую базу под это придумали? — Нет, на самом деле люди все разные. И мотоциклисты все разные, и байкеры все разные. И кто как приходит, и с какими целями, целями, задачами, они абсолютно у всех разные. Есть, да, несомненно, те, которые просто пытаются завоевать внимание окружающих тем самым. Сел на мотоцикл, вроде бы как восторженные взгляды, дам на тебе сосредоточились. Хотя сейчас, в принципе, уже, кстати, мотоциклисты не в моде у дам. — А владельцы БМВ, да? — Да, владельцы БМВ желательно с открытым верхом. — Понял, понял. — Одно время было как-то модно, да, очень популярностью пользовались ребята на мотоциклах у противоположного пола, но эти времена, в принципе, уже прошли. — Ну, а вот если, допустим, какой-то старомодный человек захотел стать членом вашего клуба, что ему для этого нужно сделать? — Да на самом деле списка или алгоритма действий никакого нет. Это начинается с того, что люди приходят, знакомятся, начинают посещать мероприятия, потом как-то начинают помогать в проведении этих мероприятий, потом уже становятся друзьями-знакомыми, потом уже становятся близкими друзьями. — А там какое-то торжественное посвящение, там удостоверение, там клятва байкера. — Есть определенные таинства, скажем так, которые я не могу вам рассказать. — То есть вы секта все-таки? — Нет, конечно же нет. Но есть определенные ритуалы, скажем так. И эти ритуалы, как вот, например, в армии, да, когда бросают звездочки в стакан с водкой, выпивают там и все такое, ритуалы присутствуют везде. И у нас, конечно, тоже есть свои ритуалы, которые обязательно. Красивые, запоминающиеся, без них никак. — То есть вы тоже без спиртного не обходитесь? — Ну, когор, скажем так, он и в церкви даже разрешен. — Ясно. — После посвящения в байкера какие обязанности будут у новоиспеченного байкера? — Да, я понял вопрос. Если человек попадает в мотоклуб, то не надо думать, что, опять же, стереотип, что мы все такие привольные, мы все такие шашлыки, пиво, у нас там разгуляют и все такое. Работы очень много. Чтобы человека испытать, проверить его стойкость, его преданность, коллективу, скажем так, на него обрушивается огромное количество всякой работы. Огромное количество. Причем, естественно, начинается все с работы черной, тяжелой. Вот, например, мы строили своими руками байк-центр наш казанский, да, вот на улице Тайцевской находится. Там все сделано своими руками. Неформально постройка внесена в список одних самых интересных построек, необычных построек города Казани. В виде цесерна бензовоза сделан у нас байк-центр. Там абсолютно все сделано своими руками. Когда люди приходят и смотрят, они не верят. А в чей собственности это здание? Ну, это здание принадлежит некоммерческой организации, мы таком начнем. То есть, это ваша собственность? Да, но фактически это наша собственность. Но строилось там все без участия каких-то строителей. Мы все это сами придумали, мы все это сами построили. Вот как раз-таки на начальном этапе, да, вот фундамент, когда вот это все было, особенно вот в осенний период, слякать, снег, вот этот первый, очень все тяжело. И там сразу видно, кто слабак, а кто мужик, скажем так. Нет, а кто просто, у него душа встретиться может, не лежит. На мотоцикле-то нравится? Да, душа нет. Такие тоже бывают. Но когда люди видят трудности, скажем так, знакомого, товарища, соратника, не знаю, как правильно назвать, ну, скажем так, неблизкого даже друга, то они все равно начинают помогать. Вот это, кстати, особенность наших русских людей. Мне кажется, даже прохожий, проходя мимо, если увидит, как мы мучаемся, там, поднимаем какую-нибудь железную балку, он обязательно подойдет, обязательно поможет. А существуют ли какие-то ежегодные мероприятия, которые устраивают вот наш казанский байк-клуб? Да, мотоклуб проводит, ну, традиционно это открытие-закрытие мотосезона. Мы проводим некоторые в течение лета мероприятия поменьше, да, какие-то определенные рок-концерты, встречи, какие-то встречи тематические в мотоклубе, бывают в помещении самого байк-центра. Мы посещаем сами многие мероприятия или участвуем в их проведении. В разработке, скажем так, длительное время мы занимались строительством байк-центра, поэтому так немножечко устранились вообще в целом от культуры в городе. Но вот сейчас все возвращается на круги своя, у нас сейчас очень много идей по поводу мероприятий, как воспитательных, посвященных подросткам, в основном школьникам, спортивных, так и развлекательных. То есть, я думаю, в ближайшее время уже вы увидите и поучаствуйте, я надеюсь. А в ближайшее время где и что будет у вас? Что-то вы планируете? Ну, вот завтра, например, я уезжаю на очень большое и красивое масштабное мероприятие в город Павлово-на-Оке. Ну, это далеко. Это не так далеко, это Нижегородская область. А в Казани что-то может быть? Ну, скажем так, глобальных мероприятий в Казани не было, но будет. Это очень тяжелые с точки зрения организации, это очень тяжелые по финансам такие вот вещи, которые вот так с кондачка не решаются, скажем так. Проведем обязательно что-нибудь интересное. Просто вот раньше в Елабуге на аэродроме, я помню, там какие-то устраивали шоу. Не знаю, вы там к этому отношения имели, не имели. Ну, сложно сказать, что это было шоу, если это были заезды на четверть мили, скажем так, вот по взлетной полосе, по старой. То есть сложно назвать шоу. Сейчас, понимаете, зритель и потенциальный посетитель наших мероприятий, он все-таки тоже растет. Их сейчас уже не удивишь тем, чем можно было удивить 10 лет назад. 10 лет назад человеку мотоцикл импортный покажи, он уже в восторге. А сейчас нужно действительно что-то интересное, что-то необычное. Над этим реально нужно работать. И мы не хотим как-то вот размениваться на какие-то стандартные, привычные все вещи. Проведем такое, что все ахнут. Вы знаете, вы в процессе нашего разговора свое сообщество два раза назвали бандой. Ну, я надеюсь, это не оговорка была по Фрейду, а существуют ли еще другие банды в Казани, ваши конкуренты, там, в Татарстане? И если есть, то какие взаимоотношения с ними складываются? Ну, конкурентами назвать сложно. Да, в Казани есть и клубы поменьше, и городские мото-клубы, есть и клубы, скажем так, с американскими корнями. Но о нашей вражде или взаимоотношениях говорить сложно. Мы, в принципе, все знакомы, находимся в хороших взаимоотношениях, но идеология несколько отличается. Перестрелок у вас с ними не бывает? Нет, перестрелок у нас не бывает. А вот вы говорите, идеология разная, то есть они родину меньше любят. Вот сейчас у вас же пошел в патриотизм сторону, или как вот? Сказать, если верно, то вот тот фундамент, который заложен вообще в целом под организациями, да, вот исторический фундамент, идеологический фундамент, все-таки, я думаю, он влияет. Конечно, мы все любим родину, я думаю, и они тоже в том числе. Но масштаб клуба влияет на цели и задачи, скажем так. А происхождение клуба влияет тоже, наверное, на идеологию. Я думаю, что это очень сильно влияет. А у нас есть иностранные агенты среди байкеров? Думаю, агентов нет. Мы никому не нужны. Нет, нам санкции вводят, как вы слышали. Это уже не без этого. Американские мотоциклы перестанут, да, возить в Россию? Да нет, на самом деле не перестанут возить. Сейчас вот готовится проект «Русский мотоцикл», он уже закончен. Скоро у нас будет принципиально новый мотоцикл вообще в России. А череда «Ямобиль»? Нет, он уже готов, уже есть опытные образцы, которые, я думаю, через полгода уже будут в регионах представлены. Это, в принципе, новое вообще направление. А если вообще в целом взять, может быть, не мотоклубы, а простых мотоциклистов, вот какая-то взаимовыручка между мотоциклистами на дорогах, она существует? Может, какие-то у вас личные истории есть, связанные с этим? Взаимовыручка существует. Вот привычный жест, когда мотоциклист едут друг навстречу другу, обязательно поднимают, скажем так, левую руку в знак приветствия. Но это не более чем уже автоматический такой, скажем, рефлекс. Но если случается реально какая-то проблема, то, я думаю, мимо не проедет никто. Но тут дело не в мотоциклистах. Я думаю, наверное, и автомобилисты не проедут, хотя большинство может и проедет. Но мотоциклист не проедет мимо мотоциклиста, однозначно поможет. Но и автомобилистам тоже помогаем. То есть вот на память приходит такой самый яркий случай, когда мы возвращались из Самары, из какого-то мероприятия в районе базарных Матак, кажется, я уже не помню деревню. Двое ребят, молодых, подростков. Ну, угнали у отца автомобиль, у вас 21-14. Ну, и с певцом решили прокатиться с ветром, а тут еще на трассе байкеры. Ну, и адреналин у них прибавилось. Ехали мы быстро, наверное, около, может быть, 100 километров в час. Они нас как стоячих обогнали. И на повороте не справился с управлением. Молодой, скажем так, в кавычках, пилот. И вылетел с трассы, кювет, несколько метров высота. Много раз машина переворкнулась вокруг себя, крышу смяло. Машину со всех сторон смяло. Ударился еще об столб линии электропередач. В общем, мы думали, что живых там уже нет. Естественно, вся колонна остановилась. Остановилась, бросились сразу этих ребят спасать. То есть машину пришлось ее разломать, потому что двери уже не открывались. Все это смято. Сломали двери. Они вылазят и песни поедут. Нет, они не вылазят. Они в бессознательном состоянии. Один и самый курьез. Вот сейчас я подхожу к самому курьезному месту. Ни водительская, ни пассажирская дверь не открылась. Мы смогли открыть только задние двери. Сиденья, спинки сломаны. И пытаемся их оттуда достать. И вот одного-то тянем, и он все не выходит. Я вроде все обсмотрел. Вроде бы ноги не сломаны. Обычно бывает, когда конечность сломана, она как-то зацепляется за что-то. Вроде руки не сломаны, крови нет, ноги не сломаны. Все нормально. Тянем, тянем. Мы никак не можем понять, в чем дело. А у него, оказывается, в руке полтора литровая бутылка пива. Он со страху ее сжал. И вот здесь ее держит. Мы его тянем, и она у него упирается. И никак выйти не может. Мы бутылочку ему развернули. Аккуратненько его вытащили. И он пошел у нас по полу. Брось ручье. Водитель, конечно, сильно пострадал. Водитель, конечно, сильно пострадал. Там сломаны ребра, сломаны ноги были, руки сломаны. Но мы его вытащили. Тут уже оказали первую помощь. Шину наложили и все прочее. Благо, в принципе, в этом плане, я думаю, большинство мотоциклистов подготовлены. Потому что многие наблюдали сами аварии. И помогали там ребятам. И, может быть, со смертельным исходом даже аварий. Бывали на их, как говорится, практике. Но ирония судьбы заключается в том, что через несколько месяцев, когда возвращались уже обратно, не возвращались, а снова поехали в Самару, в базарных мотаках заехали в кафе, там сидел отец этого самого парня, который сказал, вот, там, несколько месяцев назад мотоциклисты, сына моего, в общем, госпитализировать помогли. И наши ребята говорят, здравствуй, батя. Это были как раз таки мы. Вот такая вот ирония судьбы. А вот есть какая-то система СМС-оповещений? Или как вы узнаете об авариях других водителей? Потому что иногда байкеры приезжают на место трагедии быстрее, чем скорая помощь. Вот такая вот... Да, на самом деле много мотосообществ, и официальных, и неофициальных, с названиями в стиле мото-116, вот что-то такое, да? Когда ребята молодые сами объединяются по интересам, у них есть какие-то каналы связи, социальные сети, всякие там подсапы и прочее. Вот, информация действительно быстро распространяется. И я вот на тяжелой аварии стараюсь всегда выезжать сам. Потому что это очень печальный, к сожалению, но очень полезный опыт по тому, как складывается на дороге ситуация так, что получается такой исход у ДТП. И, честно скажу, и порой мы работаем не то, что работаем, но участвуем в обсуждениях с сотрудниками ДПС, потому что ситуации бывают очень сложные. И баллистика, трассология и баллистика по мотоциклам у нас, она не так была сильно одно время развита, сейчас их все-таки обучают. Как-то подсказываем, где как шел мотоцикл, где у него тормозной след, где тормозной след от сильного торможения, где он вообще не тормозил. А где даже объясняем, что и правильно, что он не тормозил, потому что если бы он тормозил, он бы упал. В общем, есть очень много нюансов, которые можно знать только через 20 лет мотоциклетного стажа. То есть, вот даже специалист ДПС, он, может быть, сразу не поймет ситуацию, как оно было на самом деле. То есть, приведу пример. Если мотоциклисту, водителю мотоцикла угрожает столкновение, он просто делает резкое торможение, его разворачивает, он кладет мотоцикл, сам, естественно, отлетает в одну сторону, мотоцикл летит навстречу препятствию, например, другому автомобилю, ударяется в него, и тем самым мотоциклист спасает себе жизнь. Да и, собственно, повреждений у мотоцикла и ее автомобиля в этом случае поменьше. Если приедет после такой ситуации сотрудник ДПС или, например, страховая компания, ситуация будет обозначена очень просто. Мотоцикл ударился в автомобиль без водителя. Водитель автомобиля не виноват. А вот еще есть... Хотя на самом деле виноват. Просто водитель мотоцикла поступил абсолютно верно. То есть, предпринял все меры, чтобы минимизировать риск своего здоровья и жизни и избежать серьезных каких-то столкновений. А вот таким навыком где-то у нас обучают? У нас есть какие-то специальные организации, обучающие, которые учат, как правильно мотоциклистам себя вести на дорогах? Школы высшего мастерства водительского в принципе нет. Это приходит с опытом. У нас в принципе есть специальная трасса на Высокой горе, где можно погонять. Но вряд ли падать там получится, потому что жалко мотоцикл, жалко экипировку. Любое падение на мотоцикле – это повреждение как минимум одежды, как минимум и мотоцикла, ну а как максимум собственного здоровья. Поэтому поучиться немножечко падать, я думаю, водитель мотоциклов учится еще на ранних сроках, на ранних этапах своего стажа, когда ездит на мопедах, на скутерах, возможно, даже еще на велосипедах. Вот как раз-таки вот эти все падения, они отрабатываются. То есть логику падения правильного человека еще запоминают вот на таком простом транспорте. Потом же на мотоцикле просто немножечко прибавляется бездно. А еще говорят, что иногда можно получить на меньшей скорости больше повреждения и вообще раны, чем когда тыишь на большой скорости. Или это миф тоже, что иногда... Ну, физику-то никто не отменял, импульс тела, масса на скорости. И на самом деле очень много факторов влияют на столкновение. Под каким углом? Как сгруппировался? Вылетел из мотоцикла или не вылетел из мотоцикла? Ну, то есть там... Это надо, знаете, это надо два раза, наверное, попасть, один-два раза попасть в ДТП, чтобы понять, как действовать в этой ситуации. Но мальчишки же все, они в детстве такие все были, прыгучие, бегучие. И они знают, как поступать в таких ситуациях. И как-то организм, как правило, сам подсказывает. Вот девочки, когда попадают в аварию, почему-то у них всегда последствия намного серьезнее. Как-то вот не сгруппировались, что ли, где-то. Страх? Наоборот, вцепились в мотоцикл, там вот что-то такое. И чем тяжелее водитель, тем серьезнее последствия. То есть, когда водитель вылетает из седла, то есть, когда он ударяется об асфальт или о препятствии, чем больше его вес, тем больше у него у самого повреждения. Такая зависимость тоже есть. А вы на дорогах какую-то разницу видите между байкерами и простыми мотоциклистами? Нет какого-то высокомерия, может быть? Да на самом деле, никакой такой разницы-то и нет. Все ездят по одним дорогам, не по самым хорошим, кстати. Вот, кстати, между прочим, вот о дорогах. Фактор, влияющий на ДТП, вот скажем, вот я сейчас ехал сюда в студию, да, и сняли слой асфальта, а канализационные люки остались на 15-сантиметровой высоте. Вот выступ 15-сантиметровый внезапный на дороге для мотоциклиста, это как мины противотанковые. То есть, в принципе, это очень серьезные повреждения, если мотоцикл, особенно легкий, налетит на такое препятствие. Для машины, ну, это пробитое колесо, сломанная подвеска в лучшем случае. А то, что касается различий, то, что мы ездим по дорогам, нет, нет различий. А вот если взять мотоцикл как средство передвижения, как часто приходится преодолевать какие-то большие расстояния? Или, может быть, здесь вы все-таки пользуетесь автомобилями? Честно говоря, и все это знают по опыту больших городов, да, там, Дели, Гонконг, вот все такие. Мототранспорт, он меньше места на дороге занимает. Ездишь, передвигаешься быстрее, занимаешь меньше парковочного места, жжешь меньше бензина и прочее, прочее, прочее. Есть определенные плюсы, но у нас Россия, у нас дождь, снег, у нас, может быть, с утра плюс 30, а к вечеру уже плюс 15 только. И еще дождь со снегом, что-то в этом роде. Есть определенные неудобства. На мотоцикле ездить проще, быстрее, несомненно. То есть, и на большие расстояния, то есть, вы тоже? На большие расстояния, конечно, комфорта меньше, но люди, которые путешествуют на мотоциклах, получают удовольствие как раз-таки, наверное, от какого-то такого, знаете, спартанского, что ли, образа дороги, от какого-то определенного такого аскетизма. Потому что на автомобиле сказать разговорным языком нет такого кайфа. Потому что, когда вы едете на мотоцикле, вы, допустим, спустились чуть пониже, попрохладнее стало, чуть повыше поднялись, в горку потеплее стало. Где-то вы ощутили запах какой-то, ветер, влажность, услышали какой-то звук, и вы непосредственно контактируете. Даже если ехать в машине с открытыми окнами, приятнее дорога ощущается. А если вы еще тем более едете на мотоцикле, то вы прям всем своим телом ощущаете дорогу, ветер, воздух. Но это сложнее. А если брать экстремальные поездки, внедорожные, то тут уже совершенно другой кайф у людей. Там мотоциклы проходят в таких местах, где автомобиль, наверное, вообще не проедет. То есть, мотоцикл, где человек пешком пройдет, мотоцикл везде проедет. А с поломками на таких дальних расстояниях как справляются мото-любители? Если для автомобилистов масса сервисов, то, наверное, с этим проблемы какие-то возникают? Ну, вот если брать так называемую старую гвардию, тех людей, которые прошли школу Ижей, Яв, Уралов, то у них, в принципе, с руками полный порядок. Они отремонтируют любую технику на коленке умельцами, как говорится, земля русская полница. Но современной молодежи, конечно, меньше вдаются в технические подробности, честно говоря, меньше. И отремонтировать, наверное, как-то вот... Но не сможет, наверное. Но растет и надежность транспортных средств. То есть, они так просто не ломаются. Так просто они не ломаются. Дорогой ремонт получается? Ну, я думаю, так же примерно, как у автомобиля. Но с учетом того, что мотоцикл эксплуатируется в течение сезона меньше, все-таки на нем просто катаются, то износ меньше, соответственно, ремонтировать приходится реже. Больше, наверное, тратятся деньги на тюнинг какой-то. А в Казани есть место, где можно отремонтировать мотоцикл? Или тюнинг какой-то крутой себе сделать, если не своими ручками хочешь? Ну, конечно, есть у нас мастерские, есть у нас частные мастера, скажем так, имеющие определенную заслуженную репутацию, к которым обращаются люди. Большинство, не большинство, наверное, но, скажем так, немалая часть ремонтируют все-таки сами. Кому-то интересно. Вот я, например, не доверяю. То есть, я все делаю сам, потому что мотоцикл, транспортный средств повышенной опасности. Если кто-то где-то по забывчивости какой-нибудь болтик не докрутит, то это потом скажется на моем здоровье или жизни, не дай бог. А если я все делаю сам, то, во-первых, я отвечаю за это все сам, а, во-вторых, полностью контролирую весь процесс. Это как парашют, знаете, перед прыжком. Лучше укладывать все-таки самостоятельно. Ну да, безопаснее. А еще хотелось бы спросить об образе. Всегда представляется, что байкер обязательно в кожаной одежде. Это такой стиль, который появился, или это все-таки с безопасностью связано? С безопасностью это можно связать относительно. Ну, действительно, да, кожа, особенно свинина дубленая, она при падениях об асфальт стирается очень медленно. То есть она действительно прочная. Чего нельзя сказать о современных курточках, там, у брючков кожаных, которые продают все-таки, это как бы бутафория с точки зрения безопасности. А с точки зрения комфорта, да, кожаная одежда очень комфортна при передвижении на открытом транспортном средстве. Вас и в дождь небольшой так особо не замочат, и ветром насквозь не продуют. Да и, в принципе, постирать такие вещи очень просто. Тряпочкой протер, влажненько, и они чистые. И у каждого клуба существуют свои нашивки на одежде, на куртках? Нет, нашивки они на жилетах. На жилетах? На куртках. Да, бывают какие-то нашивки, но если брать конкретно мотоклубы иерархического плана, то это жилет. Жилет — это сродни военной униформе. То есть на жилете нанесены цвета, на сленге называемые цвета, то есть это нашивки, которые отражают принадлежность к мотоклубу, название мотоклуба, опять же, иерархию, да, то есть на какой ступеньке иерархической лестницы ты стоишь, сразу видно по жилету. Ну, в принципе, наверное, обывателю знать об этом не обязательно. Но надо сказать, что вот, например, в последнее время сотрудники ДПС очень хорошо стали разбираться в наших жилетках. — Еще, наверное, это очень удобно на фестивалях, когда вы сезжаетесь, на какие-то международные фестивали, там концерты. — Опознать друг друга. — Да, мне кажется, сразу ты в толпе видишь, кто есть. — Вы знаете, там в общем запале праздника, неважно, наверное, какие нашивки, там же общее веселье или общая работа, то это скорее атрибут обязательный с точки зрения идеологии, опять же. То есть, в принципе, если человек принадлежит к какому-то мотоклубу, то передвигаться на мотоцикле без жилета, он не имеет права. По уставу клуба, по идеологии он... — Исключат? — Ну, занесут выговор занесения в грудную клетку, скажем так. — А, гаупахту у вас там нет, да? — Гаупахту назначат. — А, понятно. — А откуда такие правила о том, что нельзя без жилета ездить? — Ну, наверное, корнями в прошлое уходят все эти наши традиции. И вспоминать сейчас, выискивать, откуда все это пошло сложно. Ну, я думаю, это связано с тем, что ты должен открыто заявлять свою принадлежность к мотоклубу, чтобы и друзья, и недруги прекрасно понимали, кто ты. — Ах, вот недруги, все-таки банда. Вот вы и проговорились. — Банда в хорошем понимании, словом. — А вот вообще, вот это увлечение, это дорогое удовольствие. Может ли себе обычный человек позволить быть байкером, если у него есть к этому интерес? — Может. Абсолютно даже нечего сомневаться. Мотоциклы, поддержанные, стоят дешевле, чем поддержанные автомобили. Ну, то есть можно подобрать себе такой, особенно если человек начинающий, он может купить попроще технику, поездить, насладиться духом свободы, скажем так, скорости, а потом уже решать, нужному мотоциклу подороже или не нужному мотоциклу подороже. Марок мотоциклов тьма. Модификации этих марок еще больше. То есть, прежде чем человек приходит к какому-то определенному мотоциклу, проходит, ну, несколько лет. — А теоретически, может стать настоящим байкером, членом клуба «Ночные волки» человек, который предпочитает, допустим, мотоцикл «Урал»? — Да, конечно. Но у нас у многих, у ребят-то, у самих есть «Уралы». Да и начинали. Я, например, вот начинал с «Урала», то есть у меня были «Ява», и «Восход» был совсем простенький наш отечный советский мотоцикл, «Самодельный Урал» был. Мы все выросли из тех самых времен, когда своими руками делали мотоцикли, на базе «Урала», как правило. Сейчас «Уралы», как правило, с колясками для души съездить как-то вот куда-то, может быть, на природу. Или если нужно поехать вот с ребенком, например, очень удобно, можно посадить его в коляску, куда-то прокатиться. В принципе, наши «Уралы» неплохие мотоциклы, но дорогие. Но очень дорогие. В последнее время они стали очень дорогими, потому что реализуются преимущественно на экспорт. — А могли бы вы объяснить, кто такие чопперы, кто такие спортбайкеры? Вообще, что это такое? — Ну, на самом деле, это очень долгий разговор объяснять по классификации мотоциклов. Но, скажем так, если вы видите мотоцикл такой весь обтекаемый в пластмассе, то это спортбайк. Его задача — быстро ехать, создавать минимальное сопротивление набегающему потоку воздуха и прочее, закладываться в поворотах. Если вы видите мотоцикл весь железный, блестящий, хромированный, с мощным звуком, как правило, то это чоппер. Его задача — приносить удовольствие его владельцу. — Выпендриваться. — Выпендриваться, абсолютно верно. Но, как сказать, выпендриваться — это самый стильный из видов мотоциклов, скажем так, и самый подверженный тюнингу, и самый железный, скажем так. То есть чоппер — это, как правило, мотоциклы, сплошь состоящие из железа. Если вы видите мотоцикл с большими багажными сумками, с ветровым стеклом высоким, масса фар, сиденья чуть ли не спинкой с массажем, то это туристический мотоцикл. У него задача — ездить далеко и надолго. А если вы видите мотоцикл худенький, с зубастыми колесами, без фары, попрыгучий такой весь, то это кроссовый или эндуро, как их называют. У него задача — ездить по пересеченной местности. Я предполагаю, в принципе, у классического байкера, наверное, не один байк. Ну, скажем так, да, у некоторых есть два, у многих даже есть, наверное, у многих два, но есть у кого и три, но это уже дорого. Потому что держать в хозяйстве два одинаковых мотоцикла бессмысленно. И поэтому тот мотоцикл, который для души, он, как правило, слабо предназначен для езды по дорогам. Ну, это либо очень сильный тюнинг, либо это самодельные мотоциклы, такие, что на нем максимум можно продержаться километров пятьдесят. Ну, вот мотоцикл — это, наверное, один из самых опасных видов транспорта на наших дорогах. А каким образом складываются отношения с водителями других транспортных средств? — Ну, вот надо сказать, что в последнее время уже лучше. Не знаю, с чем это связано, но вот каких-то десять лет назад все было намного сложнее. Почему-то водители автомобилей думали, что мы им очень сильно мешаем. Многие из них обязательно на светофоре хотели посоревноваться в скорости. Это другая проблема, да. Кто-то там где-то не пропускал, где-то еще что-то. Но сейчас с этим намного все стало проще. И я связываю статистику уменьшения числа ДТП с участием мотоцикла именно с этим, что просто культура вождения автомобилистов поднялась. Сейчас уже автомобилисты понимают, что сдвинуться на 30 сантиметров в сторону и пропустить мотоцикл — это вообще не зазорно. Потому что мотоцикл... Это не западло. Это не западло, абсолютно верно, да. Раньше этого не было. Раньше это было западло. Хороший слово-то подобрал. Особенно у нас в Казани, надо сказать, да, с нашим казанским феноменом, криминальными и прочими. Раньше это было западло, теперь нет. И это действительно очень сильно помогает и им, и нам. То есть водители, стоящие в длительных пробках, хотя бы понимать, ну хоть кто-то проедет без пробок. Уже хорошо. Хоть кто-то проехал. На злогородским властям. Ну, я бы тут немножко, конечно, с вами не согласился, поскольку я автолюбитель, и, честно говоря, наверное, мотоциклисты на самом деле раздражали тоже не просто так. Появлялись очень неожиданно, как правило, да, никаким образом не подавали о том, что они где-то находятся рядом, какие-то знаки. То есть мне кажется, что, наверное, тут взаимная культура, наверное, улучшилась. Наверное, и мотоциклисты стали другими. Ну, думаю, да. Во-первых, вот то, что ты описал, это прежде всего касается начинающих. Потому что, вот, да, я не буду даже голословным, японцы провели исследование, сравнили физические, физиологические параметры вообще водителей мотоциклов и водителей автомобилей. И пришли к выводу, что водители мотоциклов с точки зрения водительского мастерства и скоростно-нервных, скажем так, реакций в мозгу, в нейронах, в глаза, в конечности намного превосходят автомобилистов. Потому что транспортные средства повышенной опасности просто обязывают нарабатывать вот эти навыки. Автомобилисты все-таки более расслабленные в кресле, за баранкой, музыка. Автомобилисты всегда более сосредоточены. И вот хочется отметить, что опытным мотоциклист становится тогда, когда он помимо того, что смотрит, куда едет сам, еще смотрит за всеми, кто куда едет. То есть он находится всегда в ведении того, какое транспортное средство сейчас куда поедет. И он заблаговременно уже предполагает свою траекторию движения. Быстро ли он едет, медленно ли он едет. А вот начинающий нет. Все верно. Они едут только туда, куда им надо. Они не просто едут куда надо. У них такое ощущение, желание напугать водителя своим неожиданным появлением. Ну, наверное, это складывается просто стереотип такой. Ну, может быть. А с пешеходами какие отношения у вас складываются? Ну, вот, кстати, стоит отметить, что ДТП с участием мотоцикла и пешехода, для пешехода, кстати, заканчиваются всегда более плачевно, чем если это ДТП с участием автомобиля и пешехода. Все-таки автомобиль более плоский. Пластмассовые элементы бампера и прочее. Можно как-то отлететь на крышу, да, там, ну вот так. А мотоцикл все-таки имеет большое количество выпуклых, торчащих элементов. И плюс при падении он еще, как правило, накрывает собой. Ну, то есть, это сложнее. Статистика, естественно, ну, очень ничтожная по таким случаям. Но если это происходит, пешеходу, конечно, не поздоровится. Тут все то же самое, что и с автомобилистами. То же самое, что и касается общей культуры вождения. Если ты не успел увидеть, если ты не следишь за пешеходами, если ты вообще не следишь на дороге за ситуацией, то, естественно, когда-нибудь, к несчастью, ты, возможно, кого-то покалечишь. Но водительское мастерство, оно растет, еще раз говорю. Ну, то есть, лет пять надо, чтобы человек поездил, чтобы спокойно поездил. Мы, кстати, вот, когда общаемся с молодежью, всегда намекаем именно на это. Во-первых, прежде всего, мы учим людей тормозить. Вот когда научишься тормозить хорошо, на гравии, на пыли, на воде, на грязи, на асфальте, не ладно, на каком поверхности, после этого можешь начинать уже ездить быстро. А пока ты не научился останавливаться, дружок, то будь добрый, сдерживай себя немного. Потому что ручку газа каждый может открутить. Наверное, самые опасные участки дороги, это все-таки перекрестки, да, на которых чаще всего случаются аварии. Или трассы. Много опасных мест. У нас город большой, движение очень напряженное. Не всегда водители сторонних транспортных средств ведут себя адекватно на дороге. Не всегда. То есть, кто-то где-то хочет проскочить, кто-то где-то как-то, может быть, на желтой где-то, да, где-то вот там по автобусной, может быть, линии. Мы, кстати, вот рассматривали вариант передвижения по автобусной полосе. В Москве проводился даже эксперимент, когда мотоциклисты ездили по автобусной полосе, естественно, под присмотром ДПС, еще каких-то служб. И практика, и этот, они ездили, по-моему, около полу, ну, полдня примерно они ездили в разных сочетаниях. По многу, по малу, по одному. Практика показала, что ездить по автобусной полосе очень безопасно, и никому никаких помех не создается. Возможно, в перспективе, вот я сейчас знаю, что велосипедистам разрешили ездить по автобусной полосе, по-моему, я могу ошибаться, конечно. Но использовать автобусную полосу для передвижения одноколейных транспортных средств – очень хорошая, здравая идея. Насколько она будет рассмотрена нашими ДПС, не знаю. А если вернуться к пешеходам, пешеходам, как вы оцениваете территорию город Казань для ходьбы пешеходами? Насколько наш город приспособлен для этого? Хватает ли на ваш взгляд пешеходных переходов? Насколько светофоров достаточно? Насколько пешеходы защищены в нашем городе? Ну, сложно сказать. Ну, я тут, скорее, уже буду, наверное, как автомобилист отвечать, потому что увидеть пешехода как раз-таки из окна автомобиля посложнее, чем с высоты мотоцикла. Все-таки мотоцикл повыше, и он открытый, и пешехода, как правило, видно. Или слышно, или видно. Ну, то есть, неважно как. Как автомобилист могу сказать, что есть большие улицы, где действительно нужны либо подземные, либо надземные переходы. Но я прекрасно понимаю, что все это деньги, все это очень дорого. А какие самые опасные участки в Казанье? И сразу. Ну, это любая дорога, где в одном направлении больше трех полос. Ну, больше двух полос, скажем так. И бывает в этих участках зебра сохраняются. То есть, там уже давно-давно надо был подземный переход, а там зебра до сих пор. А еще, допустим, в часы пика, утро-вечер, она полностью загружена, и все торопятся, все хотят проскочить, и пешеходы торопятся, и автомобили торопятся. И вот случается. Но хочу также отметить, это вот после разговора с одним из сотрудников ДПС, сколько случаев у нас наездов на пешеходов вообще в городе, то я скажу, что обращений в трампункт по поводу того, что подскользнулся и сломал ногу, гораздо больше. Понятно. Для байкеров удобны вот эти транспортные развязки новые по городу, которые сделали, или они... Вы знаете, вот по поводу развязок сложно сказать, это все зависит от степени умения водить мотоцикл, да и вообще любое транспортное средство. То, что у нас многие дороги при строительстве дорог, при организации движения, при поддержании дорог в должном техническом состоянии или чистоте, очень мало думают о циклистах. То есть банальная пыль, гравий, разлитый бетон из бетоновоза на дороге для мотоцикла может стать летальным, потому что это вызовет падение, особенно если на этом участке дороги случится торможение одним из колес передним или задним, это будет падение, это будет травма. А для автомобиля без разницы. А вот для мотоцикла даже грязь на дороге, случайно вот возникшая, ну что-то вот с машины выспалось еще, это уже проблема. У нас на это внимание особо никак не уделяют. А в Казани есть какие-то места, где мотоциклистам было бы кататься более комфортно, особенно начинающим? Ну, начинающим-то вообще, наверное, скорее надо определять не места, а время, когда выезжать, когда ездить, когда кататься. Но это либо глубокая ночь, разумеется, и попрохладнее, и машин поменьше. Либо это утро, воскресенье. Самое, кстати, малозагруженное время на дорогах — это воскресенье утро. В городе достаточно пусто, можно поездить по всем улицам, постоять на всех светофорах, проверить себя, где как поворачивать, где, кстати, какие стакады у нас новые возникли, по ним поездить. Важнее подобрать время, чем место. Но есть и специально отведенные трассы, вот я говорил, на Высокой горе есть у нас раллийная трасса, на ней можно, к сожалению, за деньги, но можно все-таки попробовать себя на большой скорости. А вообще, вот я всегда рекомендую ребятам, если уж прям вот нету мочи, хочется погонять, ну, езжайте на окруженную трассу, разгонитесь там, успокойтесь, адреналин свой получите, приезжайте в город, спокойно тут ездите. У нас сейчас до конца эфира осталось пять минут, и у нас осталось пять вопросов. Вот хотелось бы, чтобы Вы как-то покороче на них ответили. Ну, во-первых, если взять культуру вождения водителей в целом, в том числе мотоциклистов, если сравнивать наш регион Татарстан, с другими регионами России, как Вы оцените нашу республику? Улучшения есть, но во многих регионах, в ближайших, получше. В каких получше? Ну, Нижегородская область однозначно получше. Есть больших, вот соседняя, республика Марио, Кировская, там просто самочисленность не такая большая, скажем так, водителей, транспортных средств. Города, если большие брать, то, вот скажем так, приезжал мне товарищи Нижнего Новгорода, он сказал коротко так, количество звуков сигнала я у себя в Нижнем слышу в год столько, сколько у Вас в Казани за один день. То есть люди друг другу не сигналят в Нижнем, все как-то пропускают еще что-то, а вот у нас в Казани постоянно все друг другу сигналят. Это говорит определенная культура какая-то все равно. А если сравнивать с иностранцами, у нас есть какой-то опыт, который мы могли бы у них перенять? Отличаемся ли мы? Мне сложно, я по иностранным дорогам ни разу не передвигался, с сотрудниками полиции дорожной, импортной тоже дело не имел. Наверное, что-то можно перенимать. Есть, кстати, вот опять же, подчеркиваю, практика передвижения по автобусным полосам в некоторых странах европейских. А что может повлиять на повышение культуры вождения? Взаимоважение, прежде всего, и самодисциплина. Вот самодисциплина, это, знаете, такая вещь, она вообще везде важна. И у спортсменов, я не знаю, и у учащихся, и у студентов в любом важном деле важна самодисциплина. Передвижение по дороге – это очень важное дело. Здесь надо уметь себя контролировать и давать себе порой запреты какие-то. Ну, вы сказали самодисциплина. Хорошо, я тогда по-другому вопрос задам. А как наших людей можно приучить к самодисциплине? А нужно сделать так, чтобы ездить грамотно стало модно. Если ты не умеешь ездить, значит, ты лох. А вот для вас сейчас мотоциклы – это уже стало профессией, либо хобби, или все-таки стиль жизни? Скажу честно, на мотоцикле в юности я ездил намного больше, чем сейчас. Ну, может быть, в силу меньшей занятости, и тогда это приносило гораздо больше адреналина, эйфории какой-то, незабываемых ощущений. Но, видимо, со временем привыкаешь. Поэтому я новичкам всегда завидую, кстати, вот, когда они начинают ездить, и все такие окрыленные. Я прям белой завистью им завидую. Это не профессия, конечно. Это образ жизни, да. Но стоит понимать, это вот опять же, кстати, стереотип развеять, да, что если от байкера убрать мотоцикл, он не перестанет быть таким человеком, каким он был. То есть он таким же и останется. Мотоцикл – это не цель, это не икона там какая-то, да, это просто определенный символ. Определенный символ и определенное средство получить вот то, что хочется. Свободу, как-то вот адреналин, может быть, какую-то независимость. Это символ. Это символическое транспортное средство, которое вот в себе несет такую нагрузку. А кто вы по профессии? Я вообще экономическое образование имею, учился в финансо-экономическом институте, работаю руководителем. Ну и тогда последний вопрос нашей программы. Что бы вы могли пожелать людям, которые хотели бы стать байкерами, начинающим мотоциклистам, нашей молодежи? Ну, опять же, прежде всего, хочется посоветовать, пожелать, пожелать, чтобы почаще обращались к самодисциплине, к здравому смыслу, а посоветовать, чтобы, наверное, не стеснялись задавать дурацких вопросов тем, у кого уже хороший стаж. Обычно как раз-таки молодежь стесняется спрашивать дурацкие вещи, а это вот как раз-таки большая ошибка. Ну, я надеюсь, что мы не стеснялись задавать вам дурацкие вопросы. На этом нашу программу мы завершим. Вам огромное спасибо за то, что вы пришли в нашу студию. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова